Меня зовут Андроник Сергей, и сегодня я вам хочу рассказать немножко про RxJS. Итак, поехали. Значит, сегодня я хочу немножко затронуть реактивные системы в целом, непосредственно расскажу про RxJS и посмотрим маленький примерчик, в котором продемонстрирована АЗ-работа с RxJS. Итак, согласно реактивному манифесту, реактивные системы должны быть респонсивные, устойчивые к падениям, к разного рода ошибкам, легко расширяемые и базироваться на асинхронных событиях. А началось все в 2010 году. В этом году инженер из Microsoft Эрик Мейер предложил новую концепцию по работе с данными, а именно рассматривать данные как беспрерывный поток и там комбинировать их в разных последовательностях и управлять ними. Через несколько лет Microsoft это все воплотила в экстеншн для платформы .NET, а потом с временем приложили это все в open source и появилось множество экстеншенов на многих языках программирования, в том числе и на JavaScript. Значит, RxJS и вообще реактивные экстеншены рассматривают все как поток. То есть они говорят, что поток может быть любой, все что угодно. Это события дома, когда юзер кликает по каким-то контролам, или веб-сокеты, когда нам из сервера приходят какие-то, ну, то есть идет поток ивентов, это тоже поток. И вообще любой набор данных, то ли массив с какими-то данными, может осматриваться как стрим. В RxJS и экстеншенах есть определенное количество объектов, но два таких основных, на чем все завязано, это observable, это объект, который непосредственно продюсит стрим и выдает данные по частям, и observer, это объект, который непосредственно умеет хендлить этот стрим, знает, как обрабатывать данные, и там обрабатывать ошибки и так далее. Значит, базовый API по работе с Rx, это мы можем создавать observable, сабскраиваться и слушать их, потом уже работать с этим сабскрифшеном, то есть консеритом, и также комбинировать наши потоки. Основные функции по конвертации observable следующие. То есть мы можем обернуть в observable набор аргументов, может быть один, может быть множество. Также мы можем обернуть в observable массив с какими-то данными, promise и DOM event. Также мы можем с помощью следующего синтаксиса создать вручную observable, и создается он следующим образом. В функцию create мы передаем функцию, в которую, в свою очередь, передастся observable. Это объект, у которого будет реализовано три метода. Это метод next, в который будет передаваться каждый чанк данных. Второй метод – это error. В случае возникновения какой-то исключительной ситуации, ошибки, сюда мы передадим наш observable передаст error. И метод complete вызовется, когда наш поток закончен. То есть мы отдали все данные, и все, нас больше слушать не надо. Подписку к observable мы можем сделать с помощью функции subscribe, в которой передадим объект непосредственно наш observer с методами, как я уже говорил ранее, next, error и complete. Собственно, next будет обрабатывать наши данные, error будет хендить ошибку, и complete, когда по завершении нашего потока нужно будет выполнить какие-то действия, люди не делают в этом методе. RGS – это такой уже достаточно серьезный инструмент, он уже стал так называемым, там, швейцарским ножиком его называют для работы с потоками, подобно Underscore, уже там больше 120 операторов. И для лучшего их понимания придумали показывать в Marvel-диаграммах операторов. Например, мы можем видеть оператор Map, который берет какой-то поток и видоизменяет все ивенты, умножая каждый ивент на деть. Давайте посмотрим еще, идем на сайт, на RGS Marvels, тут у них сделаны не все, конечно, операторы, но основные посмотреть можно, как работают. Например, возьмем тот же Take and Kill оператор. То есть у нас есть поток каких-то ивентов. Мы видим один, два, три, четыре, пять и так далее. И мы говорим, что мы хотим слушать, пока с второго потока не начнет, то есть не придет первый ивент. Вот мы видим, что у нас от 2 до 5 ивенты прошли, во втором потоке появился ивент, и все, мы уже перестали слушать первый. Тут можно так вот поподвигать, достаточно наглядно можно посмотреть, как это все дело работает. Например, там оператор ZIP, который комбинирует попарно два потоки, опять же можно ссовывать, посмотреть. В общем-то, давайте еще посмотрим несколько операторов, которые я буду использовать в своем примере, чтобы мы уже были более-менее с ним знакомы. Вот такой оператор SwitchMan, это оператор, который относится к группе комбинирования потоков. Мы видим, у нас есть один поток, и вот второй поток. SwitchMan делает что? Он на входе принимает какой-то ивент, тут мы видим кружочек, и модифицирует его в ромбик и прямоугольничек. И мы видим, что в первом потоке пришел кружочек, мы его смапили на прямоугольник и ромбик, все окей, получили следующий уже зелененький кружочек, и смапили его на ромбик. Но тут сразу за зеленым пришел силий, и мы уже как бы заканцелили предыдущий мап, и уже получили новый, уже согласно с последним иванатом. Очень похожий есть оператор еще FlatNap, который тоже мапит с одного потока, но он не концелит предыдущий. Ну, то есть достаточно похожий, за исключением особенности, что он не отменяет предыдущий. Мы видим, что когда пришел зеленый, зеленый еще не успели мы его кружочек переделать на два ромбика, уже пришел синий, мы сделали синий, закончилось зеленым, и уже закончились синим. Итак, это были основные моменты по RISGIS. Давайте посмотрим на маленькое демпо, которое я применял для демонстрации работы с RISGIS. На всех примерах, и в том числе на официальном документации, очень наглядно показано, как с помощью drag-and-drop и обычного там search'а производится, ну, то есть демонстрация функционала RISGIS. Я эти два примерчика объединил, то есть у нас есть какой-то элемент, который мы можем двигать по страничке и можем также искать по юзерам из GitHub. Ну, примерчик посмотреть, давайте посмотрим более интересно. Одну секундочку, почему-то шторм закрылся. Странно. Продолжение следует... Итак, Drag & Drop у нас состоит из трех видов ивентов. Мы нажимаем левой кнопкой мышки по какому-то элементу, начинаем его двигать и отпускаем. Итого, мы будем работать с MouseDown, MouseMove и MouseUp. Конвертируем эти ивенты в потоки с помощью метода FromEvent. У нас получилось три потока – MouseDown, MouseMove и MouseUp. Сразу скажу, что комьюнити придумало использовать в конце имени Observable доллар, подобно как используется доллар в начале любого жилья реэлемента имени. Значит, скомбинировав вот эти три стрима, мы получим наш Drag & Drop. Давайте посмотрим сюда. У нас самая глубокая вложенность. Получается, мы берем поток MouseMove и что-то с ним делаем, пока мы не получили из стрима MouseUp ивент, что все, мы отпустили мышку. Значит, каждый MouseMove ивент мы обрабатываем и из этого ивента получаем, на выходе отдаем координаты, которые нам нужны, новые координаты положения нашего элемента. Мы тут, получается, объединили два потока уже в один. Теперь перейдем на уровень выше и будем слушать, когда же мы нажали на кнопку мыши. И флэтмапом соединим его с нашим вот этим потоком. У нас на выходе получился один уже объединенный поток, который нам будет отдавать координаты. И, собственно, дело осталось за малым. Мы меняем нашему элементу координаты, которые у нас отдал наш главный стрим. По этому примерчику уже все. Давайте просмотрим наш search. У нас также есть input элемент. Будем слушать key-up и с этого ивента создаем также поток. Мы хотим с помощью оператора map с каждого ивента взять value, который мы наводили в input. И хотим на нем сделать switch map. Помним, мы смотрели на marble диаграмму этого оператора. То есть он нам будет map-ить и подменять уже новым потоком. Перейдем, посмотрим, как это создал новый observable. Опять же, знакомый синтакс с observable create. Мы на входе получаем search test. Создаем наш запрос об рабочих. В принципе, это все по стандартному. И когда мы получили данные с сервера, мы в обзервера вызываем метод next, который перейдем непосредственно эти данные. У нас отсюда ретунется обзерверу, на котором мы вызываем метод plug-item. То есть мы хотим, у нас будет формат JSON, а в нем будет поле с item, которое нас непосредственно интересует. Также прошу обращать внимание, мы тут еще ретурнируем функцию, которой мы удаляем listener и прерываем наш http запрос. Итак, мы получили, после того, как мы сделали switch map и передали в него наш новый observable, мы делаем подписку, и нам будет приходить данные. Мы сюда передали нам метод, он же является методом next. И, собственно, тут осталось нам просто пройтись по массиву с нашими юзерами и зарендерить их в список. Для чего же нам нужна была вот эта функция и когда она вызывается? Как я уже показывал, switch map у нас работает таким образом. На каждый event мы его маппим, и когда у нас при приходе следующего, мы видим, что у нас консолиция предыдущей. Вот, собственно, этот метод и вызвается, когда нам нужно будет законцелить предыдущий запрос. В данном случае нам будет консолить наш switch map. Также мы можем, наш subscribe возвращает подписку, мы можем написать там какая-то subscription и консолить его в руках. То есть мы вызываем метод на subscription и метод unsubscribe. Итак, мы сразу же заканчиваем наш HTTP запрос. Сейчас покажу непосредственно, как это работает с нашим методом. Если мы посмотрим в network, когда мы будем быстро нажимать... Вот видите, из-за того, что мы подписались и сразу подписались, все, у нас ничего не происходит, как и странно. Теперь у нас должно все заработать. Если мы быстренько... Убать, кажется, присвоение в новую переменную надо запускать. Не-не-не-не-не-не. Так, все. Все окей. И теперь мы видим, что когда мы быстренько понажимали, и происходит канцл предыдущего запроса, что, как я считаю, очень круто. Мы реально с промисами, и с промисами так очень тяжело было бы справиться, если вообще возможно. Итак, как мы знаем, у RIS.js есть еще несколько конкурентов, это бекон и кефир. Но я думаю, что именно поэтому именно RIS.js вошел в сборку англора второго. Но это шовка, конечно. Но такие инструменты тоже есть. Итого, что мы имеем из RIS.js? Это один интерфейс. То есть мы, создавая поток с любого ивента или веб-сокета, HTTP-запроса, мы их можем легко комбинировать из-за того, что один интерфейс. У нас просто поток, который отдает какие-то данные. Мы можем, как я сказал, уже легко их комбинировать. Также более 120 операторов, что, в общем-то, немало. Можем концелить и вообще управлять сабскрипшеном нашим. И лейзи-бехевер. Вообще в концепции RIS.js есть два подхода. Это hot и cold. То есть горячий и холодный. Горячий – это когда у нас есть обзор. Он уже, допустим, сделал запрос на бэкэнд. Заготовил какие-то данные. И уже данные у нас на клиенте есть. И он только ждет, когда кто-то к нему подпишется, чтобы сразу отдать. И как-то более широко используется лейзи-подход. То есть обзор вебл ждет, пока кто-то к нему подпишется. И только потом уже начинает делать какие-то запросы. Откуда-то все эти данные и так далее. В принципе, у меня все. Может, есть какие-то вопросы. Алло, привет. Да, секундочку. Тут у нас в руме есть вопрос. А, не слышно просто. Да, сейчас. Значит, если я правильно понял, вопрос был, зачем мы соединили три потока. Маус-гаун, маус-мув и маус-ап. Чтобы начать двигатель ню, мы должны на него плацнуть кнопочкой и начать его двигать. То есть у нас один поток, в котором случился ивент клика. Потом мы его как бы заменяем на поток маус-мув. Мы слушаем каждое движение по пикселям, когда мы двигаем нашей мышкой. И меняем положение этого элемента. И мы это все делаем, пока у нас не произошло событие в потоке мауса. Ну, собственно, мы их скомбинировав, скомбинировав, получили один поток, который нам на выходе отдает просто координаты. Нам уже сюда неинтересно смотреть, мы уже просто подписались и знаем, что на выходе нам заратурнет позицию относительно вверха и влевого края нашего окна. А в каком плане вопрос, не знаю, вы слышали с производительностью? Ну, вообще, допустим, во втором аннуаре он используется непосредственно в основном для работы с данными. То есть когда мы хотим что-то фетчить, вот это отмена фетча, отмена запросов. Вот мы хотим, допустим, скомбинировать на каждый какой-то поток, на каждый event потока сокетов, на какой-то пришел сокет, мы для него хотим сделать запрос на какой-то end-point и потянуть какие-то данные. Вот очень удобно комбинировать именно в таком ключе. Да, ну, то есть навешивать на кнопочку обработчик события с помощью RIG-JS как бы не стоит. Может быть, еще какие-то вопросы? Да, вопрос, не лучше ли там в поиске, в демке не консолить реквест, а просто делать дилей ему по тайпанью. Еще раз, делай-делей? Дилей. А, да-да-да. Естественно, можно там есть, опять же, несколько операторов, которые могут там дебонс, дебонс тайм, с роту, по-моему. То есть я именно в том ключе, чтобы показать, как работает именно Unsubscribe и непосредственно производит Cancel. Допустим, представим ситуацию, когда у нас какая-то большая плитуха, юзер сидит там где-то в горах, в плохом коннекшене, и кликнув по какой-то кнопочке, он начал что-то себе там загружать, загружать какие-то данные и решил, что ему уже, ну, как бы, долго он не хочет ждать, там, класс, но еще раз. То есть нам нужно консервировать предыдущий. Я вот в таком ключе хотел продемонстрировать. Да зачем же предыдущий консервить? Опять все сначала начинать? Ну, если юзер не хочет ждать, думать, что уже... Так он еще то же самое нажал, ту же кнопку, типа подумал, что не нажалось. Еще раз? Я не понимаю, в чем все эти вопросы. Это не вопрос уже, ну, как бы, ты говоришь, он еще раз нажимает, и мы... Ну, окей, если, допустим, он же нажал на кнопку, хочет какой-то список загрузить, там, ждал-ждал, потом решил, что, окей, ну, не хочу больше ждать, пойду в другой модуль. А нам все, на предыдущий запрос никому уже не нужен. Мы хотим, когда, допустим, мы уходим с модуля, почищать все запросы и ничего больше не ждать. Да, так согласен. Ну, и если больше вопросов нет, у меня все. Спасибо за внимание большое. Спасибо.